Продолжение следует... В сентябре тогда ступенцы выиграли со счетом 5-0. Как оно будет сегодня, будет интересно сравнить. А так, капитана продолжается, скачет шайба, взмывает она над Черкашиным, тот мечется и не может накрыть его, только сейчас дотягивается. Все копают, Рыбин удается выцарапать себе шайбу, дальше на Панкратова Григорий набирает скорость, входит, хорошая передача, бросать не позволяет кайт шайбы. Там Черкашин уже выкатился и не будем говорить, что это летний хоккей, все-таки достаточно матчи провели уже. И напомним, что ступенский капитан впервые выиграл домашний кубок, пока же атака Кирилл Мальниченко, какой хит на нем, но подбирает партнер, бросок состоялся, и там на пятачке уже шайбает, дальше нападающих грузит. Здесь потери нет, не удастся зацепиться за нее, первый звенок капитана, все-таки подбирает бросок, последний гол, вот это да, неожиданный этот выстрел, он получился точным и, по-моему, прям в девяточку в итоге и 1-0 капитан повел. В последние годы я был дателем Кубка Европейских Чемпионов 7-го, вот, ну, у Александра Юрьевича Юрькова. Таких достижений нет, пятачке никому не дается достать, клюшки нету голкипера капитана, подбор остается за тиграми, расставятся они спокойно, пока броска не было после той атаки. Сейчас выстрел, где шайба? Она уже побывала в воротах, да, действительно, был, видимо, лежит орудие труда Артемия Плешко, очень далеко от ворот, метрах в 3-4, а то и... Ада капитана Черкашина в игре, вот, хорошее сочетание отмечали мы в предыдущих атаках, и вот сейчас уже больше 30 секунд держит шайбу, вот это да, водочка хорошая от Медведева, на пятак пошла шайба, и Черкашин еще минута у Ступинцев на реализацию численного преимущества, бросок, добивание, Черкашин не достает до шайбы, последовало, спешить и не нужно, свободно сейчас на льду, всего трое хабаровчан, касание, бросок, блокшот, подбор за капитаном, Григорий Панкратов подкладывает в районе левого круга вбрасывания, бражирует вдоль лицевой, наброс последовал, не удастся закрыть, да, после броска Арсения Парамонова. Откатились Ступинцы назад, начинает из своей зоны, Григорий Панкратов подхватывает еще больше минуты на реализацию двойного численного преимущества у капитана, быстро расставились хозяева, без проблем. Отправление, гол! И Владислав Коршаков забрасывает, отличились, по-моему, все нападающие. Черкашин смотрит повтор этой атаки, вот, неплохо разыгрывает, играя в большинстве, продолжается у капитана. Нет, это гол, собственно, Владислава Коршкова, прошлый и последнюю атаку мы пока не увидим. Ирина Миниченко борется за шайбу, здесь хорошо было сделано и Плешков спасает Артемий. Манеры, которые его отцу тоже свойственны, очень похожи в этом плане Алексея на Максим Рыбин. А здесь касание! Рыбин! Оставили его от того. Нужно помогать Светлов на пространство, вырывается здесь касание. Нет, не получился сразу бросок, дальше продолжилась атака. Егор Ханченко защитник, здесь опасно от лицового борта. Доставляет пятачок из шайбы в воротах, вот это досад. Шайба пропущена капитаном, что вторая. Сменили дислокацию из угла уже правого в обыгрыш. Красиво здесь касание не получилось, все-таки докатилась шайба, Плешков накрывает. Наконец закончилась эта атака, можно немножко передохнуть, но здесь эмоции вспыхивают. Долго пришлось Тубинцам в своей зоне обороняться через лицевый борт. Ближе к воротам старцев расположился и на пятачок уже пошел Панкратов. Рыбин бросает, добивать можно! А где шайба Промонов? Отлично! Смениться частично гостям они это успевают сделать, пока капитан свою атаку начинал. Здесь у нас остановка будет, не нужно, не нужно этого было делать. Можно было продолжать в большинстве доказывать свою правоту, но в итоге вспыхнули эмоции. И никчемные удаления сейчас будут никчемные, ненужные для капитана в первую очередь, потому что игра в целом под контролем хозяев проходит, играет в большинстве. Можно было продолжать и все получается. А вот теперь посмотрим, ждем, какие же решения вынесет судим. Капитан чуть был не потерял шайбу, не нужно входить в зону. Лэнсман сигнализировал, а здесь опасно может быть Плешков! Молодец, Артемий! Атака капитана, Кирилл Миниченко принимает, сам будет укладывать. Итак, атака хозяев, она глохнет, казалось бы, тем не менее, добавляет супенцы второй темп. Атака капитана продолжается, коньком себе помогает нападающий капитана, бросает и шайба. Большинство, один гол уже соорудили в первом периоде, неплохо смотрится, но в последующих попытках капитана никаких шансов не давал практически. Тем не менее, бросок стоялся. Дается, гости переигрывают их в два раза. Двойной численный перевес, ну, конечно, не два раза больше. Три на пять вполне достаточно для того, чтобы спокойно, не спеша разыгрывать шайбу. Есть еще 40 секунд у тигров на то, чтобы свое численное преимущество воплотить в заброшенной шайбе. Бросок Лешков в игре. Сейчас он мечется по своей вратарской зоне, а шайбзует большинство костей. Глеб Никитин, защитник, расторопнее всех оказался под воротами артемии. Плешкова не везет сегодня капитану. Бросок и Артем Плешков не смог сразу прижать от себя. Далеко отпустил, но и все в полном составе. Капитан, большинство благополучно для хозяев прошло и продолжает атаковать и Промонов. Защитник вышли победителями. Сейчас они свою атаку проводят справа. Неплохо защитник прошел Старцев. Передач пока по-прежнему нет. Сейчас на Рыбина тот за воротами. Панкратов касается передача. Вот это да! Великолепный Черкашин спасает. Побрядин. Нужно сейчас быстрее действовать. Дмитрий Константинов на ход. Коршаков пробрасывает. И там уже Рыбин. Уже Алексей Коршаков. И удаление будет. Его, их любимец сравняет счет. Раскатывается Рыбин. И не смог переграть. Да, уже ушел. И меньше минут остается капитан на то, чтобы сравнять счет. Они владеют шайбой. Рыбин укрывает ее. Уходит за ворота. На пятачок доставляет. Здесь Панкратов. Бросок. Черкаша накрывает шайбу. Коршаков переграл. И нужно продолжать. Бросок состоялся. Там можно добивать. Старым тэпом не доказал. Дотянутся Черкаш. Вы только посмотрите. Вытянулся.